Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить квесты Дейдридских Принцев Скайрима. Сегодня мы отправимся к Азуре. Собственно, этот квест имеет ограничения, его можно получить с 8 уровня. А также у вас появится задание в разделе разное. Посетить храм Азуры. Оно появится при условии, что вы будете слушать там всяких стражников и прохожих мимо. Рано или поздно они все равно вам об этом обязательно скажут. Собственно, храм Азуры находится недалеко от Виндхельма, вот в этих горах. Подъем у нас будет непростой, поэтому давайте начинать. Пока мы вот это вот поднимаемся, все вот что-то думаем, тут смотрю. Дозорные, да? Да, это дозорные стендары. Ну ладно, развлекайтесь, ребята. Азура является одной из немногих принцев Доэдра, которые считаются добрыми. Ну, по отношению к смертным, соответственно. Одна из немногих тех, кто постоянно поддерживает свой образ в плане женщины. То есть, женский образ. Как мы можем понять, что почти все Доэдрирские принцы, кроме Мефалы, Меридии. Меридии. Это существа мужского пола. А вот эти две постоянно поддерживают женский образ. Не знаю, с чем это связано, но тем не менее. Для нее важны чувства ее поклонников. И в этом ее уникальность. Ей почему-то нравится их любовь. И она, соответственно, проявляет к ним благосклонность. Это стопроцентная Доэдра. Но она, как ни странно, добрая. Она проявляет свою ненависть к вампирам и прочей нежити. Так, вот это я чувствую, не поднимусь, да? Или поднимусь? Нет, не поднимусь, к сожалению. Ну ладно, что. Ух, больно? Тут должен быть обход. Я просто не хочу спускаться в этот форт. Я, блин, не помню, кто там живет просто. Не хотелось бы рушить какой-то квест. А то такое бывает. Ну вот, все, вроде обошли, поэтому можно и спускаться. Ух ты, емая. Высоковастенько тут. Ее храм находится, как и статуя, на вершине этой горы. Я не помню, как она называется, да я думаю, это не так уж и важно. Эта статуя, статуя Азуры, негласно считается одним из чудес Керима. Соответственно, по красоте. Ну что ж, давайте-ка обойдем и узнаем. Еще немного. Вот она. Статуя Азуры. Давайте подойдем поближе. Привет-привет. Азура предсказала твой приход, странник. Не любопытство, но сама судьба привела тебя сюда. Ну да, ну да. Предсказала мой приход, что это значит. Азура даровала мне предвиденье. Видение того, как ты поднимаешься по этим ступеням Калтарюс, не зашло на меня задолго до твоего рождения. Тебе суждено стать ее верным воином. Я знаю это неожиданно, но не тревожься. Все случится так, как она предсказала. Ну хорошо, и что ей нужно? Ступай теперь в крепость, которой вода угрожает, но не касается. Внутри ты отыщешь эльфийского мага, способного самую яркую звезду сделать чернее ночи. Эти слова звучат загадкой, я знаю, но Азура не ошибается. Полагаю, крепость, о которой идет речь, это Винтерхолд. Спроси, знают ли они там эльфа-колдуна? Я даже знаю, походу, о ком ты. Что ж, двигаемся в Винтерхолд. Квест Черная Звезда. Найти эльфийского мага. Пф, могли бы что-то посложнее дать. Ну ладно. Надеюсь, я тут не убьюсь, если буду так сайгачить. Черному жнецу-то насрать, а вот этот может и убиться. Вот, собственно, коллеги. Так, Мишка, мать твою. Вот и все. Маг, о котором она говорила, находится в таверне «Замерзший очаг». Я больше не занимаюсь поступающими в коллегию, так что не утруждай себя вопросами. Я ищу эльфийского мага, который изучает звезды. Кто тебя послал? Коллеги? Ярл? Мы же договорились, что вопросов больше не будет. Меня послала Азура. Ты служишь до Эдра? Ну-ну, смешно. Что дальше расскажешь? Историю про Арганианскую Деву и похотливого Барона? Тебе что, башку оторвать? Не надо, успокойся. Я все тебе расскажу. Что тебе известно о камнях душ? Ну, они служат зачарованию. Да, только камень всегда поглощается. Они хрупкие. Все, кроме одного. Звезда Азуры. Деидрический артефакт, способный пропустить сквозь себя сколь угодно много душ. Да похер. Некоторые из нас захотели понять, как такое возможно. Я тогда работал под началом Мэйлина Варена. Если бы только мы знали в ту пору, что он на самом деле задумал. Ближе к делу. Мэйлин хотел изменить звезду. Он умирал от недуга. Он думал, что сможет поместить свою душу вовнутрь. Стать бессмертным. Это свело его с ума. Ученики начали умирать. В конце концов, коллегия исключила его из своих рядов. Он забрал нескольких верных последователей и скрылся с ними в глубинах Иллинауты. Послушай, мне нет дела до того, кто поручил тебе найти звезду. Но не возвращай ее Азуре. Даэдра это зло. Это они свели Мэйлина с ума. Да, у нас будет определенный выбор. Но мы отправляемся в руины Иллинаута. Озеро Калинхат. На острове Калинхат, точнее на озере Калинхат находится вот такой вот полуразрушенный замок. К нему можно пройти как по воде, так и по земле. И как только вы... Я не помню. В него, по-моему, можно зайти просто так. Как только вы найдете труп Мэйлина и его гримуар, вы получите этот же квест. Но то есть случайным образом. Вот он, собственно. Замок или форт, которому угрожает вода, но его не касается. Глубины Иллинаута. Замечательное место, как вы уже поняли, да? Дневник рыбака. Вот мы можем почитать дальше. Забавная история. Тут полно магов. Поэтому нужно быть осторожным. Или это не тот форт? Может, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, это именно он. Закончилось. Ах ты, ёпт, вы мать! Куча некромантов, призывателей. Водного дыхания. Это полезно будет. Ну, у вас и сятинку у вас пиждем. Чему бы и нет. Не получилось. Но старший некромант. Непростой противник, но да ладно. Он умер, и все умрут, кто станет на моем пути. О-о-о-о! До свидания. Ну, чё ж вы лежите-то, ребята? Подъём! Чё, никого? Тью! Это мне не надо. Никогда не мог, кстати, пройти с Карим именно вот чисто за мага. Сколько раз пробовал, но вот чё-то никак не получалось. Да-да! А ты как думала? Всё, поломался. О-о-о! Драконии! Ну-о-о! То, конечно... Здорово! Возьму! Будет мне для сета. Большой, собственно, камень душ. В конце я вам объясню, в чём разница. Для тех, кто не знает, соответственно. Ладно, не пойду. В чём, собственно, разница между чёрным и вот белым камнями душ. Так. Воды или нал-то? Мне нужны новые души. Ах ты, ёб твою мать! Давай! Ах! 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 Обращайте внимание! Так. Астрология нас ничему не учит. Нет, нас тоже ничему не учит. Обидно. О, книга Даэдра. Вот она! Список всех Даэдра. Боэтия, Хермеус Мора, Мерунас Дагон, Малакат, Меридия, Мефала, Намира, Молокбал, Ноктюрнал. О, Ноктюрнал! Точно! Как же я про неё забыл. Кстати, про Ноктюрнал я не смогу сделать серию, потому что она покровительствует гильдии воров. Ах! Собственно, гильдия воров есть на канале, поэтому если хотите, пересмотрите. Там последние серии. Бериат. Не помню такого. Сангвин. Помню. Роза Сангвина. Шагарат. Вермина. Царство снов. Да, найдём. Ну, ладно, давай возьмём эту книжицу. Она мне, чувствую, пригодится. Но сейчас у нас квест Азуры. Вот он, чёрный, великий. Замечательный. Сейчас мы разберёмся с Азурой. Отворяй калитку. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давай не... не будем. Оп. Оп. Ну ладно. Пойдём дальше. Чё я медленный-то такой? Кринь. Не надо вставать. А как ты сразу двоих-то призвал? А это не ты. Это кто-то другой. Или это постэффект твоей смерти? Ну ладно, не важно. Раш Матая. А вот и он, собственно. Сломанная звезда Азуры. Мэйлин Варей. И его проклятый гримуар. Забираем всё. Ну, свиток тоже возьму. Пускай валяется, собственно. Теперь мы должны отправиться... Ну, выбрать, точнее, куда отправиться. Либо к Меридии, собственно. К Йолтарю. Либо к этому эльфийскому магу. Разница в том, что они оба починят, собственно, звезду. Но, по итогам, мы можем получить либо её белую, либо чёрную. Чёрную мы получим, если пойдём к эльфийскому магу. А белую, либо, если вернём её, простите, заговариваюсь, к Азури. И разница в том, что белая может впитывать в себя только души животных. То есть, сильных каких-то мамонтов и прочую хрень. А чёрные души... Вот, собственно, великанов тоже. А чёрные души — это души гуманоидов. Разница в том, что чёрные, ну, как правило, считаются сильнее. Хотя Великий Камень Душ чёрный... Точнее, Белый Великий Камень Душ и чёрный Камень Душ, они по силе, ну, во время зачарования одинаковы. Но я чё-то привык использовать чёрные камни душ, ибо они пожирают души живых существ, то бишь людей. И зачаровывать свои мечи, вот, допустим, мою дейдерическую катану, великой душой какого-нибудь мертвеца. Ну, просто вот такая моя прихоть. Поэтому, в любом случае, куда бы вы ни пойдёте, развитие квеста будет одинаковым. Просто будет отличаться награда. Ну, раз я уж такой вот мальчик-паинька по отношению к Деэдро, собственно, мы им служим. По крайней мере, когда я делаю это прохождение, я, пожалуй, отправлюсь в святилище Азуры. Также вы можете почитать его гримуар, когда будете проходить этот квест. Там он описывает то, как Азура свела его с ума. То есть его свела, по сути, не сама Азура, а болезнь. Звезда Азуры, разумеется, владычица Сумерек прислала тебя неспроста. Дай её мне, и я попрошу Азуру вернуть звезде изначальную чистоту. Да, возьми. Азура, матерь Рос, богиня Сумерек и Рассвета, твой избранный защитник вернул тебе твою звезду. Она желает говорить с тобой лично. Ах, смотри, да. Приветствую, смертное создание. Я провела тебя сквозь завесу Сумерек, и благодаря тебе моя звезда была спасена от милиного ряда. Но его душа по-прежнему таится внутри защищённое заклинание. Пока мой артефакт не пройдёт очищение, он для тебя бесполезен. Так, почему ты не забрала её? Ты разве не до этого? Со временем звезда вернётся в моё царство в Обливиуме. Но я сомневаюсь, что ты согласишься ждать этого сотню лет. А-а-а. Нет, остаётся только один выход. Я пошлю тебя внутрь звезды, и ты изгонишь оттуда душу Мейлина. Окей. Скажи, когда приготовишься к переносу, смертное создание. Если бы я не был готов, я бы сюда не пришёл. Погнали. Не теряй веру, смертное создание. Я буду беречь тебя. Да ладно. О, мои ученики прислали мне свежую душу. Отлично. Я как раз проголодался. Подожди. С тобой что-то не так. Твои эксперименты закончены. Да как ты смеешь бросать мне вызов? Сама смерть покорилась мне. Я плевал в глаза властителям Даэдра. Теперь это моё царство. Я слишком многим пожертвовал, чтобы кому-то его отдать. Да срать мне. Давай пробежимся немножко. Прощай. Звезда свободна. Она может очищить себя. Не беспокойся, смертный. Я верну тебя до того, как ты очистишься. Забирай меня. Твою мать. Вот. Сука. Ты посмотри на это говно. Долго мне тут ещё стоять вот этот под шквальным огнём? Наконец-то. Звезда восстановлена, а душа Мейлина навеки отправлена в Алигию. Я довольна тобою, смертное создание. И как и было предначертано, ты можешь использовать мою звезду, как пожелаешь. Благодарю, леди Азура. Прощай, смертное создание. И знай, что Азура хранит пути твоей звезду в зумерках. Угу, спасибо. Во время твоего пребывания в звезде мне было видение. Последнее, как она сказала. Никогда с тех пор, как мы бежали из Моровинда, я не оставалась без её провидения. Не знаю, как мне быть дальше. Если нужно, я с радостью буду сопровождать тебя, хранитель звезды. Это даст мне цель в жизни. Спасибо. Да хранят тебя сумерки, хранитель. До встречи, хранитель. Вот и всё, собственно. Мы можем взять её с собой. Она довольно-таки неплохой маг. Специализируется на колдовстве и разрушении. Так. Собственно, звезда Азуры. Уникальный артефакт. Как вы видите, она светлая. Она была бы чёрной, если бы мы отнесли её эльфу. Собственно, была бы тоже драка с Мейлином. Но он бы сделал просто её чёрной. Она может поглощать при помощи заклинаний пожирание душ. Ну, то есть, вы знаете, как это всё работает. Я вам не буду рассказывать. Либо наложенного зачарования на меч. Будет пожирать души. Мы будем её использовать в зачаровании. И опять, собственно, пожирать в неё души. Такой бесконечный камень душ. Забавная приблуда, на самом деле. Пускай я ею и не так часто пользовался. Что ж, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. Сегодня мы прошли квест Азуры. Получили её звезду. Квест назывался «Чёрная звезда». Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.